Лед пока крепок, но это пока. Для тревожных, а порой и трагических случаев, новости о которых приходят из других регионов, в Мордовии еще не сезон. Впрочем, статистика штука упрямая. В 2020 году у нас именно в этот период произошло 4 происшествия. 3 человека утонуло, это рыбаки. Один ребенок, мальчик спасен. В 2021 году 3 происшествия, 2 человека утонуло. Один мальчик, 10-летний, был спасен. В прошлом году у нас произошло 2 происшествия. Один человек погиб и один трехлетний мальчик утонул в Розаевке. Это был резонансный случай при падении водоема в начале апреля. В этом году скорбный счет уже открыт. В феврале на воде погиб лесничий из заповедника. Человек вроде бы подготовленный, но ледяная вода жестока. Безопасное пребывание в воде, когда человек провалился, оно ограничено для человека. И буквально через 30 минут для взрослого человека наступает переохлаждение организма и дальнейшие летальные исходы. Для детей этот период гораздо меньше. Отсюда главный совет. Держаться весной от начинающих скрываться водоемов подальше. Прежде всего это касается детей. Уж им-то точно на льду озер и рек делать нечего. Другое дело рыбаки. Их увещеваниями на берегу не удержишь. Поэтому в их адрес несколько советов. Не выходить на лед, не рыбачить в одиночку, не рыбачить в темное время суток. Мы всегда рекомендуем иметь для рыбаков спасательные нагрудники, спасательные жилеты, элементарные средства спасения. А именно как вот эта веревка. Многие опытные рыбаки внемлят нашим советом. Ступать или не ступать на тонкий весенний лед решать в конечном итоге каждому за себя. И главное, к чему следует прислушаться, принимая такое решение, все-таки здравый смысл. Вот одно из таких потенциально опасных мест. Там, где вода ускоряется, где течение завихряется, лед истончается в первую очередь. Вас еще должно насторожить изменение цвета льда или, может быть, его излишняя рыхлость. Он 100% будет менее прочным, чем нормальный зимний лед. Ну и главное, пожалуй, если вы видите табличку, на которой черном по белому написано «Не выходите на лед, это опасно». Не стоит этого делать. Павел Степаненко, Павел Толобаев. Наши новости.